Вот такой вот лапник необычно украшенный. И с святыми кольцами мы их также здесь представили. Будем надеяться, что она будет радовать гостей, пистителей Люби Фитнес, так же, как радовала нас, когда мы ее создавали. В зоне групповых тренировок мы хотели создать что-то легкое, современное, отвечающее последним тенденциям, поэтому сейчас в тренде деревянные елки, и подобные конструкции отлично вписываются в такой минималистичный и строгий интерьер. А это наша эксклюзивная красавица, которую мы создали специально для Люби Фитнес. Эта легкая конструкция как будто повторяет движение воды, когда вода плеском поднимается снизу вверх из бассейна. А эта елка в морском стиле была создана специально для Люби Фитнес. В зоне ресепшн она отлично гармонирует с бассейном и морской темой, которую продолжает. На ней очень много игрушек в стилистике океана, и эту елку безумно любят дети, да и взрослые. Виктория вложила в нее очень много сил. Мы проектировали ее специально, чтобы повторить концепцию океана, концепцию воды и поддержать эту тему, и немножко придать новогоднего настроения и необычной креативной концепции. В наступающем году мы желаем вам здоровья, много счастливых дней, радости и всего самого лучшего. Пусть мечты сбываются, и у каждого появится абонемент к годовой фитнесу. Любви Фитнес. Не только здоровье, но еще и не падать духом, не сдаваться и стараться воплотить свою мечту в жизнь, как это делали, например, мы с Викой, когда встретились и решили создавать вместе что-то красивое и замечательное. Я надеюсь, что у всех получится воплотить свою мечту в следующем году и воплощать их на протяжении всей жизни. У нас была очень интересная история знакомства с Викторией и с Ингой. Сейчас ее, к сожалению, не с нами, она не смогла присутствовать, но мы втроем создавали и этот проект, и предыдущие наши проекты. Собственно говоря, мы познакомились, когда возникла необходимость собирать народный миллиард. И тогда было принято решение организовать благотворительную ярмарку. И творческие люди, которые немножко понимали в организации мероприятий, решили помочь совхозу и объединились для того, чтобы создать вот такое мероприятие и собрать деньги в счет погашения долга по делу надуманному, по долгу Грудинина. И вот мы с Викторией там познакомились. И после одного очень успешного мероприятия мы собрали... Сколько мы собрали? Почти миллион. Почти миллион мы собрали в тот раз. Было принято решение повторить ярмарку. Она была уже более масштабной. И мы тоже там собрали какую-то немалую сумму. И самое важное, что вокруг нас объединялось очень много людей. Людей, которые тоже хотели помогать совхозу, помогать Павлу Николаевичу. И много людей узнало о том, какой совхоз на самом деле. Для нас это было очень важно и ценно, то, что мы могли показать всем, как мы живем, чем мы живем. И в дальнейшем мы решили сотрудничать дальше. И из этого получился вот такой плодотворный проект. Мы, собственно, очень хотели... Мы мечтали, мы просто мечтали. Да, мы мечтали. Люби Фитнес был льмом на глазу. Я говорю, нам нужно его оформлять. И вот так получилось, что мы его оформляем. Но кроме этого у нас появились годовые абонементы. Да, мы смогли приобрести годовые абонементы. Мы смогли оформить здесь новогоднее праздничное оформление. И мы практически исполнили все мечты, которые должны были, наверное, исполниться в этом году. Соответственно, мы хотим сказать, что объединяться с хорошими людьми, вокруг хороших дел, вокруг хороших людей, это не просто здорово, это не просто атмосфера, это еще и уникальный шанс, потому что в такой атмосфере создаются классные проекты и замечательные коллаборации. Поэтому совхоз – это не просто такое место, в котором весело и классно, но это место, которое дает возможность воплотить свою мечту. Продолжение следует...